Всем привет, говорит канал Телемикс, программа Есть Тодей, и мы ее ведущие Ольга Муравьева и Иван Чужинов. Сегодня мы готовим... Вань, ты очень страшным образом натираешь нож. Сегодня мы готовим лаваш со всякой... Ерундой? Да. Ты считаешь? Я говорю, что это будут у нас подобие самсы. Начинка может быть любая. У нас сегодня... Самса? У нас сегодня будет колбаса внутри, сыр, потребуется лаваш и яйцо. В принципе, можно озадачиться, потратить больше времени приготовить для начинки курицу, то есть обжарить на сковороде. Но мы любим готовить быстро, поэтому, Вань, ты займись, пожалуйста, нарезанием колбасы. Я уже... А я вот покажу, что нужно делать с лавашом. Что? Лаваш нужно нарезать... Лаваш. Лаваш нужно нарезать вот такими полосками. Это вот особенно полоска. Нет, ванто идет в утиль. Куда в утиль? Это надо будет съесть. Съесть? Ну, хорошо. Ты потом это съешь. Что у тебя новенького вообще, Оля, происходит? Расскажи. У меня новенького. Да. Ну, кроме эпителия. Чего? Ну, эпителия – это верхний покров кожи, который обновляется за 24 часа. Ага. Он новый. Это я всегда так людям замечаю. С утра я обновленная встаю, да, Вань? Ну, в принципе, да. Это не может не радовать. Вообще, говорят, что организм человека обновляется, по-моему, за 3 или 5 лет полностью. А как бы узнать, когда начинается отсчет? Ой, я не знаю. Ну, это, наверное, в процессе. Вань, тебе задание надо узнать, когда. Что к моменту, когда я начну обновляться, я была полностью готова. Что ж, вот нарезали вот таких полосок. 4 у нас получилось. Не совсем ровные. Я, видимо, плохо училась. В школе. На уроках, как это называется? Труд. Труд. Труд, а сейчас технология. Раньше у нас были в школе труды. Что за название вообще технология? Нажми на кнопку, получишь результат. Ну, что? Что? У них такой саундтрек? Трем сыр. Не знаю. А почему на уроках в школе нет саундтреков никогда? Ну, представляешь, заходишь на математику. Вот смотри, сейчас мы это с тобой обсудим сразу после того, как посмотрим зарядку. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Елена. Я президент федерации бодибилдинга и фитнеса города Уссуриска. И в этот прекрасный солнечный день мы с вами позанимаемся на улице. Любую зарядку надо начинать с разминки. С чего мы сейчас с вами и начнем. Итак, встаем. Держимся за опору. Можно встать на носочки. И у нас отведение бедра назад. Делаем 20 раз. На каждую ногу. Тут же мы поменяли положение. И разминаем. Подъем перед собой. И как бы чуть-чуть назад заводим бедро. Вперед, назад. Вперед, назад. И мы разминаем тазобедренные суставы. Тоже 20 раз на каждую ногу. Дальше нам нужно разогреть голеностоп и голень. Мы встаем. Можно встать на какую-то возвышенность. Можно просто на полу. И делаем подъемы 20-30 раз. Дальше. Следующее упражнение у нас отжимания. Тоже делаем 20 раз. При этом пресс напрягли, спину ровно, на носочки натянулись, коснулись и потихонечку встаем. И желательно все эти упражнения сделать три подхода. Мы приступим к аэробным упражнениям. Что мы будем делать? С выходом на носок поднимаем бедро вверх. С выходом на носок. Если вы чувствуете, что можете больше подпрыгивать. И переходим. Тут же, если вы устали, можете восстановить дыхание, чуть-чуть походить, просто идти. Если это стадион, вы можете легкий бег, потихонечку бежать. Дальше, когда вы восстановили дыхание, можем приступать к следующему беговому упражнению. Захлёст. Так же делаем. Либо 20-30 раз. Можно медленно. Но если вы чувствуете силу и энергию, можно так побегать. Восстанавливайте дыхание. Либо легкий бег. Если вы используете легкий бег, то совсем легкий. И надо быстро бежать. Буквально переминаясь с ноги на ногу, мы восстанавливаем дыхание. Так, чтобы не останавливаться, а нам надо двигаться. И восстанавливаться. Итак, эти два упражнения беговых, это у нас как кардиоблок. Нам надо сделать три подхода. А если вы полны силы, энергии и тренированы, то работаем пять подходов. Мы укрепляем мышцы спины. Берем резинку, встаем, колени чуть присогнули, пресс напрягли, поясничку чуть округлили, но не совсем, спина ровная. Руки прямые и наша цель свести лопатки. Самое главное, мы сводим лопатки. Следим за тем, чтобы у нас плечи не поднимались вверх. Так, не надо. Опускаем вниз и только сводим лопатки. И работаем. От пятнадцати до тридцати повторений. Итак, мы сейчас будем делать упражнения на ягодице. Для этого нам опять понадобится эта замечательная резиночка. Делаем петельку. Простой узелок завязываем. Так, чтобы нам в эту петельку было легко раздунуть стопу. Берем. Натягиваем резиночку. Поясницы. Убираем прогиб, напрягаем пресс. И выталкиваем резинку вверх. Ногу полностью выпрямляем. И работаем от двадцати до тридцати повторений. Упражнения чисто на ягодице. Упражнение. 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 Это упражнение очень эффективно для ягодиц чередовать с упражнением, которое я называю упражнение ножницы. Одна нога вперед, одна нога назад. И наша задача опускаемся четко вниз, чтобы вперед мы не уходили и назад не заваливались. Колено у нас не выходит за носок. И опускаемся. Работаем от 10, если вы начинающий, и до 30, если вы продвинутый. И вот эти два замечательных упражнения надо сделать 3 подхода как минимум. Итак, мы сейчас будем делать упражнение на ягодице. Для этого нам опять понадобится эта замечательная резиночка. Делаем петельку, простой узелок завязываем, так, чтобы нам в эту петельку было легко просунуть стопу. Берем, натягиваем резиночку. Поясницы. Убираем прогиб, напрягаем пресс. И выталкиваем резинку вверх. Ногу полностью выпрямляем. И работаем. От 20 до 30 повторений. Упражнение чисто на ягодице. Меняем ногу. Это упражнение очень эффективно для ягодиц. Чередовать с упражнением, которое я называю упражнением ножницы. Одна нога вперед, одна нога назад. И наша задача. Опускаемся четко вниз, чтобы вперед мы не уходили и назад не забаливались. Колено у нас не выходит за носок. И опускаемся. Работаем от 10, если вы начинающий, и до 30, если вы продвинутый. И вот эти два замечательных упражнения надо сделать 3 подхода как минимум. Дальше мы берем резиночку. Одеваем на колени. И делаем чуть-чуть присели. Поясница у нас ровная. Даже можно чуть-чуть таз подкрутить. Пресс всегда напряжен. Всегда. И шаги. Упражнение крабик. Делаем 50 раз. Итак, ваши ягодицы уже горят. Следующим движением у нас будет пресс. Прекли на коврик. Одем. Одели эту же резинку. На стопы. Корпус чуть-чуть напрягли. Руки можно за голову, но можно держать перед собой. Выпрямляем ногу. Тут мы сопротивляемся, держим. Потом опять выпрямляем. И можно чуть ускориться. Делаем всего 30 раз. И теперь мы встаем. Опять одеваем резинку на колени. И вводим. Три подхода, как минимум. Дорогие друзья, на этом у нас все. Желаю вам хорошего настроения, бодрого духа. Чаще улыбайтесь и занимайтесь спортом. Я нарезаю яйцо. Ваня, не надо. Подумают зрители, что ты солнечный удар получил. Мы натерли сыр. Возможно, сыра многовато. У нас есть порезанная колбаса. Добавляем, значит, сыр. С колбаской смешиваем. Напоминаю, это у нас будет начинка. И при желании можно использовать, в принципе, любую начинку. Мне кажется, если добавить сюда какой-нибудь мягкий творог, ну, только какой-нибудь сливочный, с помидором, например, да, с зеленью, тоже можно, в принципе, это очень здорово запечь в духовке. Официальный продукт, нету, елочки. Бум. Смотрите, что делаем дальше. Сейчас будет прям такой эксперимент. Я давненько этого не делала. Нам нужно завернуть вот такие конвертики. И отправить по почте. И отправить. На деревню дедушки. Ну, не совсем по почте. Помнишь такую рекламу? Это реклама была? Это нет, это же этот. На деревню дедушки реклама. Мальчик шел, письмо нес. Ага. Кстати, я недавно пересмотрел почти... Подожди, Вань, мы должны очень четко показать нашим зрителям, как заворачивается конвертик. Смотрите, кладем вот на эту часть начинку. Вот эта у нас пустая. Делаем вот так, легким движением руки. Потом мы делаем вот так. Потом мы делаем вот так. И только на последнем завороте у нас закрывается эта часть. Вот. Вот такой конвертик у нас готов. Прикольно. Да, сейчас, Вань, мы должны сделать несколько таких конвертиков. Ну и что, предлагаю посмотреть... Что? Светлое будущее? Нет. У нас сейчас опрос. Опрос? Кошка или собака? Кошка или собака. Знаете, обоих этих животных... Нравятся они, когда маленькие. А как вырастут, все уже не переношу. Кошка. И почему? Ну, не знаю, они какие-то, наверное, мягкие, пушистые. Легче с ними обняться в плед и спать. Кошку. Потому что у меня мой кун-кот. Ух ты. Да. И как вы с ним время обычно проводите? Проводите время? Очень хорошо, нормально. Конечно, он опасный кот. Потому что надо... Он агрессивный. Надо его любить. Он любит ласку. Ну а так, в целом, все нормально. Кот хороший. У нас и то, и то. С кошкой, наверное, поинтереснее играться. Ну, в принципе, и собаки есть тоже игривые. И это все зависит от самих собак и от самих кошек. Вы знаете, я котов всегда держала. Сейчас нет. Потому что у зяты аллергия на котов. А раньше всегда держала котов. У меня три кота было. Чем вам коты нравятся больше? Ну, они такие ласковые. Их не только хочется гладить. И они же тоже считаются, что они якобы лечат людей. Если что-то болит, ляжет тебе на животик или на голову. Ну, люблю котов с детства. Ой, я обожаю собак, но у меня дома три кошки. Почему так получилось? Ну, собака там, квартира больше нужна. Ну, хоть у меня и позволяет, но не получалось никак. Я люблю больших собак. Не люблю вот этих вот, которые под мышкой носят. Вот они собаки. Вот. А в данный момент все хочу. Говорю, сын скоро дом свой возьмет. Там собака у меня будет. Я ничего не люблю дома, чтобы никого не было. А так кормлю всех. Как увидел на мусорке. Иду на мусорку, иду с едой лишней. Вот такие конвертики у нас получились. Сейчас мы кладем их в духовку. И пока на противень. Смажем все это взбитым яйцом. Вань, а ты мне, пожалуйста, расскажи, пока я занимаюсь, а ты глазинишь, стоишь без дела. Пока я занимаюсь делом, а ты бездельник. Расскажи мне, пожалуйста, вот как все-таки ты считаешь, что лучше кошка или собака? В данных конвертиках? В данных конвертиках прекрасно будет смотреться колбаса. Колбаса. А колбаса с чего? Ладно, все, хватит. Ну что, кошка или собака? Я знаешь, я на самом деле люблю любых животных. Мне очень много, за исключением... Индюков. Индюков там всяких, да, которые иногда... Раскрой секрет, у Вани под окнами ночью поют индюки. Не под окнами, недалеко в том-то дело. Но все равно зрители же не знают, про что речь. Я говорю, что у тебя, ему мешают спать индюки, поэтому он не любит их. Они в 2 часа ночи начинают драться или что-то там делают. Так, кошка или собака? Я не могу выбрать, честно. Но, наверное, я больше все-таки лоялен к собаке. Ну ты говоришь, ты любишь всех. У тебя есть домашняя животная? Нет, у меня нет домашней. Когда-нибудь был, может быть, у тебя? У меня была кошка, да. Я ее очень любил, но потом она, скажем, постижно скончалась. Но прожила-то долго или сильно любил, что ей пришлось рано умереть, чтобы больше не любить? Нет, мы ее стилизовали и в клинике сделали неправильную операцию. Я не помню, что за клиника. Вань, ты страдал? Я, да, я был угорчен. Детки же переживали? Или ты уже не детка был? Да нет, я уже был взрослый дяденька. Мне мама больше расстроилась, на самом деле, очень. Вот еще где-то у нас есть... Я сейчас пропаду, а ты поговори. Так вот, кошка или собака. Я не люблю маленьких собак, потому что маленькие собаки это как-то, ну, все равно, что кошка. У меня, кстати, маленькая собака. Замечательно, 1,3 кг весит. Фу, Оля, шучу я, шучу. 1,3 кг. И бегает вокруг цветка, да? Нет, она очень любвеобильная. Вот еще я предлагаю посыпать кунжутным семечками все это. И сейчас мы все это закинем в духовочку. Кстати, а ты мне скажи, кошка или собака? Я кошек не люблю. Я давно это поняла, поэтому у меня дома собака. А я предлагаю посмотреть рубрику «Советы дефектолога». Здравствуйте, я Большина Сольга, дефектолог-логопед Коррекционного центра «Речь». В год ребенок уже может ходить самостоятельно, может перелистывать страницы у картонной книжки, да? Опускать мелкие предметы в какое-либо узкое отверстие. Ребенок в этом возрасте может показывать отдельные предметы в бытовой обстановке, да? Очень хорошо знакомые предметы уже по просьбе может их показывать. Также в год ребенок выполняет много команд по просьбе родителей, понимает эти команды и выполняет эти команды. Ребенок узнает значение слов, коротких фраз, различает несколько предметов по названию, ищет спрятанную игрушку, играет с мечом и строит простые какие-то конструкции из блоков и из кубиков. Также в возрасте года и месяца ребенок узнает себя и взрослых на фотографиях, на видео, показывает по просьбе. Также уже ребенок соотносит слова с определенными предметами. Проявляется переживание уже, может утешить, да, если кто-то расстроился. Это сейчас про эмоциональный интеллект и про коммуникацию ребенка с людьми. Активно в этом возрасте ребенок играет с песком, с водичкой, очень любит всякие наливные игрушки, в которых можно что-то наливать, разливать, очень любит играть с кубиками. Наши щеки погладим, погладим. Диана, вот так щеки погладим. А теперь пузыри большие надуем. И сдуем. И еще раз щеки надуем. И сдуем. Отлично. А теперь губы вытянем в трубочку и поцелуемся. Вот так. А теперь улыбнемся. Широко, широко. И еще раз губы в трубочку. Язык покажем. А теперь язык зубами чуть-чуть с вами покусаем. Прикусили зубами. Как корабль плывет по воде. Дед пошел в огород, выкопал большую яму и посадил репу. Репа это овощ. Знаете, овощи есть морковь, свекла, помидор, огурец. А есть репа, она желтая. Так вот, пошел дед в огород и посадил репу. Выросла репа, большая, прибольшая. Выросла репа. Пришел дед, стал ее вырывать. Да? Схватился за репу. Тянет ее. Тянет. Тянет. А вытянуть не может? Давайте позовем. Баба. Баба, иди сюда. Как надо тянуть? Покажи. Вот так тянут. Вот так тянут ее. Тяни. Давай, тяни. Аня, давай. Тяни. Тяни. Ой. Не могут они репу достать. Они стали звать на помощь внучку. Один, два, три. Три человека уже пришли. Втроем стали они репу тянуть. Тянут, потянут. Как тянут, потянут. Тянут, потянут. Тянут, потянут. Не могут вытянуть репу. Никак. Репа большая. Да, в земле сидит. Сильно, крепко в земле. И позвали они на помощь собаку-жучку. Кошка за жучку. Жучка за внучку. Внучка за бабку. Бабка за дедку. Дедка за репку. Тянут, потянут. Тянут, потянут. Тянут, потянут. Нет, не могут вытянуть репку. Нет. Кто пришел в гости? Мышка. Мышь. Мышь. Мышь пришла. Как мышь пищит? Припищи. И вытянули репку. Строение репы изучили. Где там порень, сама репа, стебель, лист. А теперь щупаем, трогаем и разбираемся в размерах. Это маленькая. А самая большая вот. Так, давайте-ка поищем репу самую маленькую. Где? Это среднего размера. Поищи, может быть, есть еще. О, самая маленькая. Отлично, да. Запомни, такая она самая маленькая. Хорошо, сейчас мы будем с вами репу грузить в машину. Смотрите, это какая машина? Маленькая машина, да? А это какая? О, большая. А это машина среднего размера. Она и не большая, и не маленькая. Разные, да, машины? И репы у вас тоже разные. Давайте будем репы грузить в машины. Ищи большую репу. Где большая репа? Тима, смотри. Это большая репа. Где большая репа? Ищи. Правильно, Николь Алексеевна. Большая. В большую машину. А теперь в маленькую машину грузим маленькую репу. Да, Ань, давай. Маленькую репу. Где маленькая? Правильно, Максим. Давай маленькую. Давай, Полина, маленькую. Мы загрузили большую репу в большую машину. Маленькую в маленькую. Осталась только средняя машина. Поехали, девочки, грузим. Какая репа у вас осталась в руках? Средняя. Давай будем грузить ее. Среднюю репу в среднюю машину. Машину среднего размера. Да, Тань. Хорошо. Кто еще будет грузить? Давай, Алиса. Давай, давай, давай. Да, отлично. Справились. Да, Катя. Полина. Заводим машины. Только губами. Аня, Полина. Алис, их спячет. Поехала большая машина. Мы с ребятами из частного детского сада «Планета детей» продолжаем развивать мелкую моторику. Рвем бумагу. И пусть ваши малыши почувствуют свои силы. Услышат звуки шуршащей бумаги. Подростки, кстати, вообще могут снимать так стресс и агрессию. Рвать и запускать бумажные фейерверки. А потом еще и аппликацию склеивать. Ребята, репа у нас какого цвета? Желтая. Желтая. Желтая репа. А листья у нее зеленого цвета. Сейчас вы открываете клей. Мажьте, мажьте нашу репу. Маш, отлично, да. И туда, где репа, желтым клей. Зеленый лист, репа, желтый клей. Зеленый лист, репа, желтый клей. Посильнее давай. Чуть-чуть сильнее. Дави, дави. Чуть-чуть сильнее. Давь. Хорошо. Можешь еще мельче порвать. Хорошо. Да, все. Отлично. Отлично. Лист зеленый. Хорошо. А репа желтая. Хорошо. Хорошо. Покажи, как у тебя получилось. Хорошо. Отлично. Покажи. О, ты молодец. Ты через нос берешь воздух. Постарайся еще щеки не надувать. Хорошо. Хорошо. Давай, давай, сюда дуй. Хорошо. Понял, да? Щечки не надуваем. Хорошо. Спокойно. Все. Давай тебе другу похлопаем. И руками потопаем. Иван, вот я расстроена. Что ты натворил? А? А? Так получилось, что Оля отошла. Отвлеклась. Да. И предоставила мне, поручила мне следить. Оля отошла? Давай так не будем говорить. Оля, ты здесь жива? Да, и поручила мне следить за нашей самсой, а я не уследил. Но на самом деле она мягенькая, но то есть она немножко сверху подпеклась. И это, кстати, должно быть уроком для вас, уважаемые наши зрители, что это блюдо печется невероятно быстро, потому что внутри, в принципе, все готово. Осталось немножечко это разогреть в духовке. Я пробую. Вань, пробуй. Я боюсь обжечься. Да уже и на остыне. Пока Оля отошла. Ваня у нас изобретатель. Он тут у нас может заниматься какими-то вещами, переворачивать блины. Это паровоз. Проводить эксперимент. Это паровоз? Ту-ду. Вань, уже надо пробовать твой паровоз. Покажи, что ты. Я не вижу энтузиазма в твоих глазах, Иван. Все на самом деле хорошо, ничего не испортилось. И здесь вот эти уголки. Зажарились уголки немножко, пережарились. Да, а так ничего страшного, в общем. Ну, поэтому пробуйте готовить. Напомню еще раз, что потребуется. Лаваш, пока Иван грызет не под ухо. У нас была начинка из колбасы и сыра. И все это мы завернули в конвертики, обмазали яйцом и отправили в духовку. Еще раз напоминаю, в духовке должна быть либо небольшая температура, либо не отходите от нее ни на сколько, потому что вот получатся вот такие подзагорелые углы. На этой ноте что мы должны сказать? Всего хорошего. Всего хорошего и до скорых встреч в эфире. Всем самца.